Ага, ну чё там, где она? Вот она. Не, не пойдёт такая. Не-не, не то. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Расскажу вам такой случай. Было такое, что один человек, он это рассказал мне лично. Я и с отцом его общался. Он тоже это подтвердил. Я вам тут байки не травлю. Ведь знаете, как бывает с такими историями? Можешь рассказать историю сегодня, и завтра, вот говорю вам. Это может мировой новостью стать. Говорю вам. Можете маленькую историю рассказать. Можете сказать, я в тахаратную заходил, и увидел, как что-то пошевелилось. Рассказал это кому-то, да? И дальше начинается глухой телефон. Следующий передаёт, вот знаешь, он в тахаратной был, и увидел, как что-то пронеслось прямо перед ним. Он тень увидел. Вот так. Следующий скажет, он видел, как кто-то зашёл в тахаратную в мечети, и увидел, как тень пронеслась. Прямо перед ним. История всё улучшается. По мере того, как один передаёт другому. Что самое лучшее можно сделать вот с этим? Просто пойти и поговорить с самим человеком. О том, как было на самом деле. Я постараюсь рассказать вам некоторые случаи, что сам видел, или слышал напрямую от участника. Вот один из них. Это был человек, который попал в типичную ситуацию. Подростковый возраст. Индийский дом. Лет 17 ему было. Отца не слушает, делает, что хочет. Отцу надоело. Говорит, какой ты невоспитанный. В Бангладеше женующий. И говорит ему, поехали на выходные. Обычная ситуация. Поехали на выходные, и отец у него паспорт забрал. И вот сын. Ищет паспорт. А папа говорит, лучше тебе жениться, или паспорта не увидишь. Он папе в лицо смотрит и говорит, нет жены, нет паспорта. Нет жены, нет паспорта, сынок. Окей. Окей. Невест посмотрим. Он же ведь как хотел сделать-то. Просто перехитрить своего отца. Отец приводит хорошую невесту. Наготовили кучу всего. Блюда там всякие разные. Приодели его. Он сидит, невесту посмотреть пришел. Блюда там стоят наготовленные. Он говорит, ага, ну что там, где она? Вот она. Не, не пойдет такая. Не, не, не то. Отец думает, что такое? Отец новую привел. Следующая невеста. И в процессе всего этого, как я понял, случилось вот что. Отец сказал какому-то бедному крестьянину, просто в шутку, мол, было бы хорошо моего сына на твоей дочери женить. Пошутил просто. И у крестьянина, так как он крестьянин, в глазах замелькали доллары. Или фунты. Лондон. И он что сделал? Он серьезно был настроен? Уже серьезно предлагать начал? Отец говорит, да нет, нет, я пошутил просто. А этот человек, чтобы сделать того парня своим зятем, он на что пошел? Он сделал какое-то заклинание. Порчу. Через индуса, может, какого-то наколдовал. И вот, это усложнилось еще и тем, что, как я понял, другого человека к этой порче подключили. Плохо дело. И этот человек как себя вел? Приступы сумасшествия, ломал вещи, иногда адекватным становился, иногда отключался. Все в таком духе. Такое переживал человек. И в плане женщин, как было? Как он сказал? То есть это подтвердил и сам человек, и его отец, что он посмотрел где-то 57 невест. Но ни на одной не женился. Потому что это порча. Она заставляет его думать в одном направлении. И столько людей пытались обезвредить эту порчу. Колдовство это. Многие люди пытались. И никак не получалось. Разные люди пытались, используя разные способы. Пока в итоге они не пошли к одному шейху из города Силет. Его нет в живых. Он был в медресе под названием Ренга. В городе Силет. И вот, значит, там был шейх. Они пришли к нему. Шейх сказал, пусть твой сын подойдет. Он подвел своего сына. Шейх посмотрел на него и сказал, ладно, принесите воды. И тогда шейх взял стакан воды, прочитал Суру Фатиха, подул и сказал, дайте сыну выпить. Сын выпил. И на следующей же невесте, которую увидел, женился. И также парень вылечился от приступов безумия, когда он буянил, ломал вещи и так далее. Он вылечился от этого. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.